всем привет мама захотела показать обзор покупок не ну что давай показываешь что-то там интересного купил я думаю интереснее чем у меня хочу сделать у меня лапша из пшеничная вот этот соус кунжут лапшу отварил будет такой легкий ужин а это купила кусочек рыбки красный на 40 грн на сельху продается лосось то есть его выгоднее брать чем если берешь у него что-то цвет не нравится а ты считаешь когда ярко-красный покрашенный я не знаю какой правильный цвет если честно я просто привык что я вот этот кусок 120 грамм 41 я хочу сделать лаваш у меня остался вот этот сырка ста-образный а здесь ролл из лаваша хватит жестоко ты говорила нас появилась раньше 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 и курицу купила хочу сделать как билида я забыла не учета у меня есть рецепт на канале кстати рецепт у меня есть да я готовила надо поискать ну да я просто к тому что может зрителям будет интересно я подсказку вставлю если не зовут в принципе ничего вот это все и там финики финики ты берешь те которые мы берем на веточки да я взяла и королевских немножко и вот взяла кабачки так этой женщине тоже брала вот кабачок брала синенький а вот сегодня даже цен нет на ящике это который у нас на основе и она получает а вот эти помидоры по 27 красные а вот это все почем я не знаю хочу порезать так не сильно тонко такими вот и на сковородке просто мы точно такие же финики покупаем только другой фирмы тоже на ветке ну другая фирма но это те которые ну другой фирмы тоже сказал что эти без сахара и миновали у него были на ветке с сахаром вот эти килограмм 150 гривен но мы такие же покупаем только другой фирмы он тоже что не без сахара ну короче надо продать придумывает да эти сахаром сахаром как спрашивает он рассказывал что именно на ветке без сахара но остальные обработаны сиропа и ну вот мы привозили королевские с турции они были немножко не такие мы специально брали один такой один такую спробовали мне я вкус я не заметил что отличается отличались размером те были крупнее и как сказать плотностью те как были мясисты что как-то так ну сколько ты потратила на все это за финики я ему отдала так цену мама точно не знаю а вот 54 я дала за помидоры 270 я дала за все финики то есть 150 а вот эти получили 120 ничего себе и 424 на то что я купила слепу одна курица и вот каша все понятно и вот считай дверью почти тысячи на улицу выходить и не сырами колбасы не сосисок мы этого не еще мы печенье конфеты не покупаем заехали мы вчера на рынок я же давно не было у нас на рынке тут вечером голубика получается такая же как и в ашане вчера была и вчера землю накупила на свои цветы там вообще с ума сошли в ашане 300 сентагридом 350 или 300 сентагридом а чё так дорого там у нас везде 200 250 еще я видела 220 возле сельфо или тысячи ну ашан конечно вообще сезон ягод сейчас там ага да дулечка там потому что в ашане большой поток людей и я не знала что люди будут покупать у нас он не ухоженный ашан да и кофе я хотела купить давыдов приходим с папой есть кофе дешевле разные полно давыдов 250 гривен их там два вида пустые полки да значит такой хороший кофе разбирают так все плохо как мы просто на авто рынке стоим к нам приходят клиенты и и постоянно люди там торгуются ну буквально за 10 20 гривен то есть на большой крупной покупки контент покупают там или колеса подкатные которые там по 800 гривен буквально просят на кофе уступить буквально и кажется из этого я спадлится впечатление что все очень плохо таймы такие нам тоже самое пишут что мы на чем-то где-то экономим или говорим что не хватает а сами на что-то другой тратим это человеческая натура понимаешь я лично допустим и мы вот я лично сможем для того чтобы что-то одно поиметь мы экономим на другом экономить обязательно мы не ездим как вот у нас буквально поголовно все вот трасса милитополь на милитополь просто невозможно мы 5 доедали в метровку перед этим милитополь воскресенье мы ездили невозможно по трассе ехать то есть люди всего два дня выходных люди едут кириллку два дня выходных мы не ездим на два дня никуда вот то есть мы не тратим эти деньги мы дома тоже достаточно скромно питается ну достаточно скромно финики я покупаю потому что он утром два финика ну так я бы не сказала что прям сильно скромно потому что почему ты считаешь что у людей мясо я помню не кажется тем более мясом мы едим курицу иногда говядину мясо мы едим тоже каждый день ну он медий купил я купила упаковку крылышек я даже не помню наверное в гост точно вообще крылышки не покупала сварила с одной части суп сырный со второй части кашу рисовую там даже килограмма не было кашу рисовую мы ели два дня суп он еще есть то есть я считаю это достаточно скромно как мы раньше питались когда я каждому там по вот эта грудка цыпленок табака помнишь? да тогда кстати да сосиски сардельки всегда в доме были всегда была дома колбаса конфеты целая бальда у меня такой вот огромный бокал как коньяч ну вот один остался ну скажем килограмм пять точно дорогущих конфет были полный шоколадных конфет ну я живу мы сейчас вообще ну не так все конечно у меня дома только есть сыр ну сметану вот молоко купила кстати и вино вино а чего оно у меня и было оно у меня и было вот это мартини кстати это мы еще наверное с вами когда летали в том году боже как оно у тебя все так долго лежит это мы купили еще перед новым годом так мы его не распечатали это мы привозили вот эти вот бутылки эти привозные ну ты привозишь и складируешь да у тебя есть такой ну а душ мы выпили когда вот это у меня были и вон шампанское стоит вот сыр есть сметана молоко купила потому что я на у меня заболел и тёпленькое молочко им будешь делать я вчера у меня что-то вырубила купила вчера землю она с мошкарой его опять какая-то нехорошая с пакета летит то есть запакованная вся земля и с неё ну а как папа лучше себя чувствует а нет а ты ему с содой с это действительно помогает очень хорошее средство чуть-чуть молока ну как чуть-чуть молока стакан молока горячего молока чашка немножко на бунчике ножа сода масло и мёд иду сливочного масла и мёда это горячее надо выпить от кашля да очень помогает успокаивает иду иду ажидир девушка ко мне как собачка да родичка что ты хотел а я думал что ты ушла нет я с бабушкой на кухне мы с бабушкой на кухне мы сейчас будем еще с бабушкой ладушки готовить да 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 можно я только конечно можно ты же у нас юный поваренок бабушка можно я приготовить ладушки а ладушки и ты будешь делать слушай афляньте уже готов обещала я вам рецепт от мамы и тут даже мама согласилась сама приготовить такие оладьи давай я приготовлю тебя на улице давай целуй ой а то оладушки не получится так что нам надо значит нам надо стакан ты все на стакане да будешь изменить ну как вот кефира у нас здесь 425 грамм это будет два стакана можно сделать на один стакан держи мою ручку вот так вот бабушка без тебя не сделает значит мы выливаем так выливаем кефир любой жирности выливай давай помогай раз стакан и еще один стакан хочешь сказать на любом проценте получится на любом проценте получится два стакана ух ты даешь ты прям четко угадала причем я хочу сказать вот эти стаканы у меня 200 граммовые здесь ровно 400 грамм на коробке написано 400 грамм бабушка остановить остановилась выливаем кефир так все два стакана и в эти два стакана ведро моё уничтожили стой не уничтожили просто убрали что в глаза пока не могли тем кто не может это переваривать так и мы сюда добавляем две чайные ложки без горки соды если один стакан соответственно одна ложка теперь бери ложечку вот эта ложечкой хорошо мешает вот это вот мешаем и и отставляем это в сторонку хорошо хорошо ты липай а второй ручкой придерживай талинин держи миску молодец помощник какой Это масло у нас оливковое, продается в сельфод. Оно мне очень нравится. И оно конкретно для жарки, для фритера, для выпечки. То есть не для салатов. Это не экстра-виржин. Вот на вот этом маслице. Было оно 97 гривен. Мы приехали из Турции, уже, по-моему, стояли. 120? Да, литр себе. Да уж. Все, и вот это мы вот так отставили в стороночку. Пусть оно у нас пока постоит реакцию свою делает. Теперь бери, разбивай яйца. Бежи. Бежи руку. Раскрывай. Ну, только ж не в себя надо было. Так. И второе. Значит, два яйца берем на два стакана кефира? На один стакан, да. Вот, молодец. Теперь берем. Давай сейчас бабушка тебе дам. И я буду мешать. Конечно. Сейчас мы добавим сахар. И будешь что-то мешать. Только давай я сам добавлю сахар? Сам добавишь. Не торопись, торопись. Значит, два пакетика вольного сахара высыпаем. Я обязательно напишу в описании все количество ингредиентов. И там дальше уже. Еще пакетик. Если не любите, не кладите. Заметила, что вот блинчики, ладушки без валили не то. И стакан сахара обычного. Тот же стакан, который ты кефира брала, получается, по объему. Тот же у меня грязный, второй где-то с водой. Мы возьмем другой стакан, но неважно, чуть меньше. Похоже. Давай я буду на кипалку. Мама, кстати, по поводу яблок. Я у бабушки купила яблоки белый налив. Хочешь, возьмем их для оладушек. Кто, бабушка, давай я буду на кипалку. И это все держи тарелку. И это хорошо, надо все взбить венчиком. Взбивать. Все, размешали. Я отлично помочь. Мы отлично помочь. Теперь эту массу вводим к кефиру. Венчиком просто расколотили хорошо. Минуты три. Добавляем сюда. Все, теперь щепотка соли. Так, давай я там добавлю соль. Все, вмешай. Мешай, держи только рукой. И будем добавлять муку. Муку обязательно просеиваем. Можно только я добавлю муки? Муку обязательно просеиваем. Только муки... Холодец! Род, не кричи, я не могу сказать, потому что надо, чтобы была консистенция густой сметаны. Ну, мы сейчас покажем. Да, потому что вот раньше у меня оладьи были... А, я добавлю муку. Оболчи, бабушка, звали. Раньше я добавляла муки не так много, и оладьи были такие... Не то, да? Да, вот буквально года три назад я поняла. Да, я помню, что у тебя как-то в один момент... Шоп, секрет. Да, у тебя появились какие-то... Хороших оладьев. Не боятся добавлять муки. Короче, я говорю, ой, бабушки рушутся. Мамка, давай я тут добавлю. Сейчас будешь добавлять муку. Так, все, держим. На, держи. Держи. Держи, сейчас бабушка достанет чашку и будем кипать в муку. Укроволи. Ну, наверное, ну, три стакана у нас точно, да, наверное, больше уйдет. Не, я забыть. Давай, давай. Вот так, телепай. Только смотри, не по кастрюлям. Нет, я не буду пока что-то. Так, мешай теперь. Мешай. Видишь, ты себе на руку натряс. Сейчас пойдем, по-моему, ручки. И вот оно, вот это, наверное, будет достаточно. То есть где-то ушло четыре чашки. Где-то четыре чашки. То есть потихоньку добавляем, размешиваем, чтобы не было комочков. И вот оно получается вот такая густая масса. Все, вот это достаточно. Балочка, стоп. Вот такое густое. Все, сейчас я половину перелью сюда. Радюш, одну часть будет. Давай я буду снимать. Да ты все хочешь сделать. А как кто-то ладушки будет жарить? И снимать. Я могу жарить. И прям весь уработался. Пол яблока, да? Ну, у меня оно большое. Или же одно среднее яблочко. А ты как режешь? Шкурку я подчищу просто так вот раз-два. Если светлая шкурка, можно даже и не чистить. Вот у меня такая она толстоватая. Роть не надо в тесто влезать рукой. Поэтому сейчас, давай сейчас покажу, как я. Радюш, уже тебе только ручки помыли. Это уже ты не помощник, а баловство начинает. Аккуратно. Ты же если помогаешь, то помогаешь. Вот, просто. Можно на терку. Но мне нравится, когда вот чуть-чуть кусочки такие будут. Сейчас, прикинь, не получается. Да ты что? Ты что? Получится все. Не, у тебя все всегда получается. Конечно. Маленький огонь, да, я смотрю? Ну да, чтобы чуть-чуть прожаривались. Чуть ниже среднего. Вроде говорит, что у вас так тихо, а зато у него громко. Да, у него что-то проблемка. Да, он у нас плохо слышит. Поэтому он так громко иногда разговаривает. А, тут еще голубика. Где-то губики там чуть-чуть. Попалась мне. Короче, да, мы с мамой решили, что одну часть теста сделаем с яблоком, Ладе, а вторую с морозили. А, мам, вот я растюбил. А зачем? Ну, потому что я буду от калиночки. Потому что мне тут... Это, что ты хотела спросить, а крышкой ты не накрываешь? Нет. Только вот схватится, да? А, хватится. Ну, ты же переворачиваешь. Типа, кобычка. Кобычка. Они не очень пышные получаются, но вообще класс. Ну, вот это оладьи, самое настоящее. У меня были панкейки. А вот это для кафе. Ой, спасибо. Нет. Ладно, давай. Котик. Как он раздельничал, замуж, магазин, и ты звонишь. Вы где? А мы стоим. Она принимает товар, мы стоим, и жимка на товар примет. Это же помидоры брали. Я что, мы говорим, Диана, у нас уже домой пришла к нам. Он как возне... А она не уйдет? Я так и с его вопросом. Нет, она не уйдет. Она, говорю, не переживай, она будет нас ждать. А давай быстрее, пошли до Диашки. Ух! А мне говорят, что родчиками не любят. И я ее поцелую в лоб. Спасибо. Самая большая нежность, это поцеловать в лоб. Ну, он всех, да, сейчас так целует? Ну, да, да. Он у нас в лобе белый. Кушай. Ну, хватит крестную кормить, ты сам кушай. Спасибо, зайчик. Да он не ест такую. Персик не хочет? Видите-ки, шикарный. Выкладываем на этот. Огонь, вот огонь. О! Боже, это вообще прелесть. Ну, сверху желательно потом с сахарной пудрой присыпать, но я не присыпаю. Ну да, зачем уже? И так они сладенькие. Потом же можно их кушать. Так, немножко все. Масло еще? Масло. Да, масла по чуть-чуть много, они у меня в жиру не плавают. Я тоже заезжаю масло. Еще чуть-чуть. Значит, со сметанкой, с медом, кто с чем любит. Тут все пел, тут бабушка пела, ладует оладушки. То есть ни тепла, ни чуть-чуть. И не случилось, да. Причем вот это вот я делала, когда только вышла замуж с папой. Жили в общаге. И я это делала, но не со смородиной, а с вишней. Нигде я этого не видела. Вот мне так захотелось. С вишней классной. Причем вишню я брала с косточками. Мне нравится, когда вишня с косточкой. Ну и все. А что так мало? Ну, хватит. Что так мало? Ну, мать теперь помочь. Ну, с вишней прикольно вообще. Надо будет попробовать. Я знаешь, что вспоминаю? Все твои вишневые пирожки. Родь, сюда не надо, Родь. Не сюда, Родь. А вроде хочет по другому методу. Нет, не надо, Зайта, не надо. Ты вели бабушку туда. Ты будешь укладывать вот так, как бабушка, на оладушки. Сверху. Боится. Боится. Все, эти у нас еще с яблочком. Все, хватит. Эти пожарятся, потом он ожащен. Тесто есть, ты же видишь? Какая красота получилась. Очень здорово. Еще и небо отражается в этом столе. Как здорово. Никогда не обращала внимания, кстати. Такие пышные. Все ингредиенты, повторюсь, будут в описании. Спасибо большое маме за то, что она собралась силами и приготовила оладьи для нас. А что я собралась силами? Ты попросила? Ну, ты и так сегодня кучу всего готовила. И еще будешь готовить, по-моему. Ну, да. Но все-таки время на это и надо потратить. Оладьи просто потрясающие. Это там это. Не беситесь. Я на видео не могу снять. Не беситесь. Кудулься, кудулься. Мама передала Леша оладьи в такой тарелке. Фольгой накрыла. Я иду с пакетами с этой тарелкой домой. Сидит какой-то мужчина на лавочке. Смотрю, он на меня смотрит. И такой, это что, в духовке что-то было? Я же иду молчу. Он мне, так что, в духовке что-то было? Думаю, блин, раз так интересовало человека, вопрос этот прям такой был на миллион. Я говорю, нет. Вот надо было ему это знать, да? Он же хотел, чтобы я его чем-то угостила. Но нет. Тут у Лешки все моему. Моему мужчине. Так что, друзья, надеюсь, вам рецепт пригодится. Он действительно очень простой. Оладь потрясающе вкусный. Я вот не обманываю. Это лучшая оладь, которую я ела и ем. И буду есть в своей жизни уверенно. Даже если я приготовлю по маминому рецепту, мне кажется, они все равно не такие получатся, как у мамы. Вот. Так что, сегодня видео было об этом. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Не жадничайте. Не жадничайте. Все. Увидимся. Увидимся.